Смотреть под ноги здесь жизненно необходимо. Старые доски местами прогнили. Состояние пешеходных мостов не отвечает нормам безопасности, заключил Алексей Копайгородский после осмотра. Мэр поручил администрации Лазаревского района приступить к реконструкции настилов в ближайшие дни. Обновление требуют и другие сооружения. По поручению мэра будет создана рабочая группа, которая проинспектирует все мосты в Лазаревском районе. Обеспокоенность мэра вызвала и застройка в зоне подтопления реки Западный Догомыс. Под особым контролем и ветхий фонд Догомыса Алексей Копайгородский встретился с жителями одного из аварийных домов. Старая проводка уже привела к пожару в январе. В список ветхих это строение попало еще в 76 году и похожих домов в поселке не менее 20. На территории всего Большого Сочи мы видим, что их тоже, наверное, за 100, наверное. Поэтому будет выработан в ближайшее время механизм. Но нам нужно понимать на этот момент, куда переселять. Поэтому сейчас вот как раз и будем все эти моменты смотреть. Договорились. Значит, вы не брошены, вы не одни. Раз мы сюда приехали, в любом случае будет результат. Мы думаем, что результат будет положительный. Хорошо? Все, вам спасибо. Было бы хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Надежда. Глава Сочи поручил провести инвентаризацию всего ветхого фонда, в котором сегодня ютятся сочинцы. Ждали Алексея Копайгородского и в поселке Волковка, где состоялся сход граждан. Пришли более сотни неравнодушных селян, чтобы обозначить проблемы и поблагодарить главу города за оперативное решение накопившихся вопросов. В частности, за оперативный ремонт моста, соединяющего Волковку с трассой на Дагомыс. Еще неделю назад ездить по нему было опасно. Всего несколько дней и мост преобразился. Заменены дорожное покрытие и пешеходный настил. А рядом начали сносить заброшенный барак, который когда-то облюбовали наркоманы. Сегодня посетили все самые злободневные, самые такие серьезные места, на которые нужно обратить внимание. Все соответствующие команды поручения даны. Я думаю, что в ближайшее время все эти процессы приведутся в соответствие, наведется порядок. Есть вопросы сложные, долгие, которые будут решаться благодаря, опять же, краевым федеральным программам. Есть и быстро оперативные. Наша задача выстроить диалог с населением, услышать вас, послушать, что вы говорите, какие процессы. Жителей Волковки беспокоит и вопрос берега укрепления. Во многих местах, в том числе и около школы, где прошла встреча, есть вероятность схода оползня. Решить эту проблему может комплексная краевая программа. Вопросы по водоснабжению и канализованию уже приняты руководством водоканала. Все они будут обрабатываться и решаться. А вот проблемы с отоплением в Волковке должны уйти в прошлое. Здесь приступили к монтажу новой котельной, после воды которой все многоквартирные дома и социальные объекты будут получать тепло в необходимом объеме. Адекватное восприятие всех проблем. Все граждане были выслушаны. Ни один вопрос остался не освещен. И только когда граждане села сказали, что вопросов нет, собрание было закончено. На сходе граждан были озвучены десятки проблемных вопросов. Все они оформлены в виде официальных поручений, заведены карты учета. Без внимания не останется ни одно обращение граждан, пообещал глава Сочи.